Теперь чистота и опрятность влетит нам в копеечку. Средства гигиены подорожали. Компания Procter & Gamble заявила о повышении цен на свою продукцию с сегодняшнего дня. Это довольно большой перечень товаров, в которые входят и памперсы, и зубная паста, и шампунь, и много чего еще. Насколько взлетели цены, смотрите в сюжете далее. Буквально неделю назад эта упаковка стоила 800-900 рублей. Сейчас уже цена 1300. Причем эта цена по акции, ведь именно из-за нее Юлия и пришла в супермаркет. До этого молодая мама покупала памперсы для своего малыша в другом магазине. Однако сейчас, как говорит женщина, цены там стали запредельными. Неделю назад подгузники стоили 1600 рублей, сейчас больше 3000. Но не только это заботит Юлию. Продукция зарубежная, и в ближайшее время это все может исчезнуть с колок. И мы, к сожалению, не знаем, что делать. Либо закупать в большом количестве, тратить на это деньги, и потом хранить где-то. Либо не переживать, и это все так и будет оставаться на полках. С прилавков этот товар все же не пропадет. Компания-производитель Procter & Gamble остается на рынке. Но стоимость на свою продукцию поднимет с 15 марта в среднем на 43%. Меньше всего цены вырастут на шампуни и стиральные порошки 26 и 30%. Средства женской гигиены подорожают на треть. Детская гигиена, памперсы почти на 50%. Зубная паста на 60%. А бритвенные станки и лезвия почти на 70%. Как заявили в самой компании, пошли на такие меры из-за беспрецедентных трудностей с подставками, а также подорожанием логистики и сырья. Будете за такую цену покупать или... Когда скидкой будет, буду брать. Однако скидок ждут не все. К примеру, спрос в магазинах на средства женской гигиены вырос аж на 65%. Тем не менее, представители сети успокаивают. Дефицита нет и даже на горизонте пока не видно. У нас достаточный запас. Я не вижу никакого варианта для паники, какого-то ажиотажа. У нас поставщики работают с нами постоянно. И при этом мы, естественно, всегда ищем контакты в ближнем зарубежье и готовые российских производителей рассматривать в качестве импортозамещения. И товары, производимые российскими компаниями, конечно, есть. Их вы видите на экране. Однако не все так просто. Один или несколько компонентов у большинства товаров все равно привозят из-за рубежа. Например, есть памперсы, которые производят в России. А вот сорбент используется японский. И тут уже либо придется искать российские аналоги, либо думать иные варианты. Как бы там ни было, у наших предпринимателей теперь появился шанс заменить своим товаром зарубежные. Сырье, которое европейское, которое существует, оно все-таки в России будет. Но возникает вопрос логистики. Мы же знаем уже эту историю про белорусских устриц или креветок. Примерно такая же будет. Это Казахстан, это что-то еще. Понятно, что такие простые средства, ингредиенты не будут ограничивать. Вопрос цены. А вот цена уже будет кусаться, говорит предприниматель. Причем примерно так же, как и на западный ассортимент. Одна из причин все в той же логистике. Ведь чтобы доставить товары в Россию, придется сделать внушительный крюк.